Дорогие друзья, рада всех приветствовать на телеканале Ак-Жаик в передаче Куншуаха. За окном ярко светят солнечные лучи и дарит нам только прекрасное настроение с самого раннего утра. Жизнь прекрасна и удивительна во всех ее проявлениях. Всем желаем бесконечного вдохновения, радости, веселья, ну и позитивного мышления. Оставайтесь на нашем канале, все самое интересное и познавательное в течение 45 минут. Мы продолжаем нашу передачу Куншуах в прямом эфире. И у нас сегодня в гостях хореографический ансамбль Еркина с поселка Чапова района Байтирек в лице руководителя Шуламбаева Екатерины. И давайте представим наших очаровательных девочек. Мы также телезрителям Шайхиева Анара, Бахчан Ахбута, Куандыр Ахайерке, Куангари Энджу, Аслан Кзасылым, Пайгуатова Амина, Бергбай Медина и Ламан Кзэ Аяна. Еще раз рада вас приветствовать, дорогие гости. Ну и, конечно, хотелось бы поздравить вас за служенные награды. Буквально недавно вы приехали из Ташкента, где завоевали Гран-при. Это был конкурс в разных жанрах танца. И вот ваш ансамбль, Екатерина, ваши воспитанницы порадовали вас таким большим успехом. Ну, для начала расскажите нам, пожалуйста, с чего все начиналось. Почему вы решили назвать ансамбль Еркинас? Как формируется ваш репертуар? От кого подступают инициативы? В общем, обо всем по порядку. Ну, вообще, мой ансамбль изначально создавался очень давно. Тогда еще назывался он Виктория. Почему Виктория назвали как бы Победа? Ну, как-то у нас не зашло это. И в 2016 году я уже еще раз создала свой ансамбль. Уже другие дети у меня пришли. На тот момент Викторию уже в основном все дети выпустились. Мы назвали Еркинас. И после этого названия у нас прям пошло. У нас начались последние года. В основном дети занимают гран-при, первые места. Всегда везде мы, как на лучших местах, везде на устах мы слышимся. В принципе, вот это название нам больше подходит. Ну, а вот в каком жанре в основном? В основном у нас танцы. Казанские народные танцы. Ну, у нас народные, и сейчас дети любят больше современные. Даже и маленькие, больше вот в современном стиле. Ну, конечно, народные танцы мы изучаем, потому что мы танцуем на всех праздниках. Район всегда нас зовет, везде поддерживает. Спасибо нашему району Байтирек. Благодаря ему нас везде знают. Да, в основном все танцы. И народные, и современные. Все, что надо, изучаем. Ну, и о конкурсе, который прошел в Ташкенте. Поделитесь также впечатлениями. Девочки тоже расскажут. Но в начале Катерина... Как мы попали, да, в Ташкент, я за этим конкурсом наблюдала давно. И решилась в нем поучаствовать. Они вообще не уральские, они сюда приезжают. Здесь поставили конкурс. Это было 3 февраля. И мы там заняли гран-при. Гран-при мы заняли с другим танцем. Скитлс, это современный танец. У меня тогда танцевало 28 девочек. И выиграли бесплатное участие сразу в трех странах. Получается, Иссык-Куль, Ташкент и Турция. Мы сразу выбрали почему-то Ташкент, что мы сюда поедем. И дата была на август. Мы готовились, подготовились. Не все, конечно, девочки смогли принять участие. Потому что это все-таки дорога. По финансам девочки у меня бесплатно ездили. Участвовало чуть больше 20 человек. Дорога долгая была. Но это нам не помешало занять гран-при первое место. Гран-при мы, кстати, заняли в казахском танце. По казахскому танцу еще девочки не занимали гран-при. Здесь на этом конкурсе они заняли. Теперь мы опять выиграли бесплатное участие, но уже в Турцию. То есть вы уже намечаете. Ну, родители, думаю, да. Родители хотят. Молодцы родители, что они поддерживают наших детей. Все-таки дети это наше будущее, наше поколение. И танцы это же не только искусство, это же физическое развитие детей. Дети, думаю, сами расскажут, как им понравилось, не понравилось. Девочки, ну, начнем тогда, да? Все уже. Привыкли? Наши студии нравятся рассказать? Не стесняйтесь. Пробуй, расскажи. С кого начнем? Да. Микрофон говори. Когда мы были в Ташкенте, там было очень классно. Мы ходили развлекаться, некоторые места посещали. И нам все очень понравилось. А как конкурс прошел для тебя? Было волнительно, когда вы танцевали на сцене? Представляли казахский народный танец? Да. Наверное, конкуренты были сильные тоже, да? Именно в этой категории было очень много конкурентов. 50 танцев было. Именно их категории было очень много в этот раз, да. И казахских танцев было очень много. Но жюри сразу заметил, потому что был круглый стол. И они сразу выделили именно наш танец. Спасибо. Дальше передавай микрофон. Не волнуйся. Ташкенте очень круто было. На казахском, да, поясни, тебе удобно. Ташкенте кышты болды. Анда кышты болды в лагерде. Тамма кышты, ойнады. Брошеттедик. Парк кебалды, ойнады. Парк керамбарды, жануарларды көрдік. Күшті болт жануарлары. Анда кызықтар болды. Күшті қызықтар болды. Күшті қызықтар болды. Күшті қызықтар болды. Күшті қызықтар болды. Девочки, а с каких пор вы начали заниматься танцами? Как вы попали в этот коллектив? Расскажите, пожалуйста, сколько было вам лет на тот момент? Девочки стесняются очень все-таки в первый раз у нас на телевидении, поэтому уважаемые телезрители, дорогие родители, поддержите тоже наших гостей своими звонками, сообщениями по указанным контактам на экране. Девочки, делитесь своими впечатлениями, им больше понравилась вот эта сама атмосфера города. Девочки, дальше передавай микрофон. С каких пор ты пришла сюда на танцы? Сколько тебе было лет? Шесть лет. Да, шесть лет было? Шесть. А сейчас сколько тебе лет? Шесть. То есть недавно, да, буквально, в этом году ты пришла? Как, понравилось тебе в Ташкенте тоже? Да, класс. Классно? А что тебе больше всего понравилось? Там бассейн был, класс, потом мама так нравится, и она улыбнила. Я люблю бассейн, и так она хорошо была бассейн. Вы что-нибудь поняли? Там, получается, мы жили в лагере, в горах. Не в самом Ташкенте, а в Ташкенте мы жили... Я так поняла, ей понравился бассейн. Да, и там было два бассейна, один очень большой бассейн. Мы просто, когда приехали, мы не успели туда. Получается, мы ехали почти двое суток дотуда. На поезде 36 часов, потом на двух автобусах. Мы приехали, уже было ночь. Но на следующий день конкурса не было. Это было 6 числа. Мы решили детей развлечь, сходить. Мы сводили детей в зоопарк, аквапарк, Magic City. В итоге мы опять приехали ночью в лагерь. Лагерь находится от Ташкента 86 километров. Это в горах. Подымаешься туда сразу, уши закладывает, давление у всех. Но там такой воздух, такая красота. Очень красиво. И 7 числа у нас конкурс. Вот. И они все у меня уставшие, нагулявшиеся. Эти фотографии, как мы поняли, с Ташкента. Да, это уже после конкурса на гала-концерт. На гала-концерте они, кстати, выступали, танцевали казахский танец, их пригласили. Всего из 50 танцев выбрали 3 танца. Один из них наш танец был. На открытии. Девочки, кто еще хочет рассказать о себе, поделиться впечатлениями? Амина, давай расскажи, ты можешь. Давай, активнее. Не стесняйтесь. Как тебе удобно? На казахском или на русском? На казахском. Ну, говори. На ташкенте лагерь нет. Лагерь нет. Лагерь нет. Проследия сауэрит. Зоопарк нет. Аквапарк. Бассейн. Магик. Сиди. Магик. Молодец. Давай дальше. Микрофон. Тебя как зовут? Асылым. Асылым. Тебе что понравилось? Ташкенте больше всего запомнилось. Бассейн. Тонгайган иге кирдык, она бәрі тонгайып тұр. Сосын, мен соған фотоға түстім, бассейнге түстік. Сосын, пойза біз күшті-күшті ойындар ойынадык. Молодец. Дальше девочки. Давай, Акетты. Все у нас сказали. Ахпута. Мен Ташкентке барлан кезде, өзінді күшті сезімді. Ташкентке өте қысықтар болды. Адемі заттар, әдемі көліктер, әдемі чаянек басудылар болды. Мен конкурс қабарлан кезде, өзінді қазақ байыз кебейден кейін. Біліп болдық, қазақ қыс кебей бөліп болғаннан кейін. Мен дейдім, ғран-при ағладымызды сездім. Ал, андай, сәбірімене белерді, мен білмедім. Қандай, мес таладымызды қазақ байыз кебейден, мен дейдім, ғран-при аламын деп сездім. Тоест, ты уже заранее чувствовала, да? Что, займете обязательно первое место? Мен Ташкентке барған кезде, анда көп ойнайтын жерлер болды. Бірақ біз лагерде жатпадық. Согызде біз аквапаркке бардық, медик сетеге бардық, анда күшті-күшті заттар болды. Бірақ біз үзінен, тұған жерді қазақ біз үзінен. Де үзінен. Үзнен,ғ przем ton қызу үзінен. Қдық үзінен,ң үзінен. ғам үзінен де үзі үзінен. Қой қазақ біз көріп біз үзінен отқақ маған қал toddрысдіfahrа ве үзінен айтп… Танцовщиц с их победой по указанным контактам на экране 28 58 69 номер прямого эфира и номер ватсапа 8 700 028 58 69 сейчас вот поступает сообщение от родителей от ваших земляков здравствуйте молодцы девочки спасибо хореографу что это ее заслуга я чувствую гордость за нашу в группе моя внучка Бахчан Ахбута желаю детям здоровья и всего наилучшего достичь успехов учителю еще раз спасибо и успехов в нелегком труде так еще здесь пожелание хотела поблагодарить Екатерину Ивановну за работу которую она делает и за радость детям к ней ходила еще маленькая извиняюсь моя дочка Балайна сейчас уже внучка Медина желаю Екатерине и ансамблю Иркинас творческих побед успехов очень одаренных хореограф и профессионал своего дела любим уважаем поддерживаем во всем самый лучший яркий танцевальный коллектив Иркинас поздравляем с победой желаем вам роскошных выступлений высоких стремлений уверенных заявок на победу и громких заслуг само собой процветайте и радуйте мир восхитительными номерами тот кто выражает себя через танцы является танцором тот кто выражает себя через танцора является учителем танцев Екатерина Ивановна вы самый лучший руководитель спасибо вам что дали детям возможность увидеть другую страну и научить детей чувствовать ритм танцев но таких очень много благодарных отзывов я обязательно все зачитаю до окончания эфира сейчас немного сделаем перерыв прервемся на музыкальную композицию далее продолжим наш эфир не переключайтесь доброго дня и прекрасного настроения всем кто только подключился к нам напомню что у нас в гостях хореографический ансамбль Иркинас в лице руководителя Екатерины Шуламбаевы по-прежнему ждем ваших звонков и сообщений 28 58 69 номер прямого эфира и номер ватсапа 8 700 028 58 69 здравствуйте я мама Аянна Сарсенгалиева хочу выразить огромную благодарность нашему хореографу Екатерине Ивановне за ее терпение и труд за ее умение найти подход каждому ребенку еще тут благодарная сейчас родитель написал асим гуль дорогая Екатерина Ивановна желаю чтобы каждый день приносил вам только позитивные моменты а любимая работа доставляла радость огромного здоровья вам успехов во всем неиссякаемой энергии пусть ваши идеи воплощаются желание сбудутся а ваша карьерная лестница стремится только вверх оставайтесь такой же прекрасный добрый красивый активный радуйте нас своими классными идеями спасибо еще спасибо наше замечательную замечательную руководителю Екатерине Ивановне за такую прекрасную поездку за то что у детей есть возможность побывать других странах участвовать в конкурсах спасибо огромное от родителей родителям большое спасибо тоже желаем нашему руководителю только здоровья счастья успехов и еще больше достижений но я вижу что у вас родители вот налажено да да хорошие родители у нас взаимосвязь родители поддерживают это ведь самое главное самое главное да что родители поддерживают еще хотелось бы сказать вот эту красоту создаю не только я получается я создаю танец саму красоту вот все наряды мне помогает моя швея эльвира они совы если она меня видит большой привет огромное спасибо она изначально с моего создания ансамбля она всегда со мной любой заказ я говорю ей 30 там платьев 20 она все берет и делает все это мы подбираем вместе думаем сначала можем одно придумать потом уже начинается у нас а давайте вот так вот так и отсюда получается вот такие шедевры действительно очень яркие нарядные костюмы это же ведь как визитка до вашего ансамбля и так украшает девочек эти главные уборы эти аксессуары да вот чувствуется вот настолько вот вы воплощаете да все задуманное в костюмы и вот сам танец да он тоже ведь характеризуют должно сочетаться и танец и костюмы все в основном мы вручную делаем особенно вот эти стразы все это все сами делаем мы клей спасибо родителям что они благодаря их деньгам все вот это все это они покупают они меня поддерживают я им говорю вот вот такой такой танец у нас будет будет казахский костюм они даже не спрашивают а что там а какой там будет они уже полностью мне доверяют а когда уже видят результат они тоже в восторге ну вот до этого вы говорили что принимали участие еще до в конкурсах а вот что дают коллективу участие да в таких конкурсах вот они выступают на концертах до демонстрирует вот всю красоту да и танцы и свои наряды и вот могли бы вы ответить на вопрос ну во многих дамы конкурсах участвовали сейчас вот как я говорила ранее что в основном девочки занимает гран-при редко даже когда первые места в основном у них гран-при но это им дает более раскрепощенный быть более уверенней быть не стесняться они могут себя дальше пробовать других сферах потому что девочки которые не танцуют они совсем другие они отличаются и все равно это развитие кто-то нас увидит кто-то нас заметит будем идти дальше надеемся покорять другие города страны девочки а какая у вас мечта в будущем хотели бы вы связать свою жизнь тоже станциями может быть хотели бы тоже как а пойти да по стопам своего руководителя стать тоже хореографом или выступать где-то на сцене большой да хотели бы ну давайте поделимся да своими мечтами своими планами на будущее кто желает ответить микрофон передай микрофон когда я вырасту я хочу выступать на большой сцене и может быть я пойду на хореографа то есть у тебя есть план меня на искусство иerson опять по луперу тоже би геоценки лет мне медианшек книга мет vide женский горем кот IRC мингелет сым что дипломдаро племет күшті күшті кто зlonкн лест а күст бунгелет Ақылды болгыл и нет миша что мы сейчас не смотрим 24 грамм пиалкингелет. Катта, солмич, штамбулат. Таза, вожутам. Уске, сын, сосы. Усе, сын, көп грамм пиалкингелет. Ну, молодец. Я когда вырасту, я хочу тоже стать. Хореографом. Хореографом или танцовщицей? Танцовщицей. Я хочу просто медаль, кубков. Много, да, хочешь медалей, кубков завоевать. Я думаю, девочки, у вас обязательно все мечты ваши сбудутся. Это главное, вот, вера в себя, да? Да. И то, что вы стремитесь вот так, упорно идете к своей цели, это очень радует, да, что с малых лет вы ставите такие цели. Ну, а кому бы вы хотели сейчас тоже передать приветы, слова благодарности, девочки, хотели бы тоже через экран? Ну, давайте тогда. Пожалуйста. Берите микрофон, не стесняйтесь. Поактивнее. Мен, уэскенде, 2-ти жены ванна сяқты, 5-ші болган келеді. Кыттай қыздарға бейді үритіп, грампри алып, уэскенге. Ана мечтой хотела поделиться тоже. Не совсем поняли мой вопрос. Мен, уэскенгезе бейші боламын. Мен бейді қатты жақсы көремін. Бейді, мұнда тамын, күшкендай кезінен бастап, мен бейді, бөзінің, бейдігі жаттығыларды жасап жүремін. Мен, уэскенгезе, күшкенгезе, күшкенгезе, баңына сяқты, үлкен адам болып, барлық қыздарға, үритіп, бейді. Маладец, тоже. Вот, Екатерина, хотелось бы еще, да, у вас поинтересоваться, не все люди ведь обладают, да, пластикой, согласитесь, но многие хотят танцевать, вот как вы помогаете детям, да, особенно преодолевать свои комплексы, внутренние барьеры, помогаете расслабиться на занятиях, ведь они приходят такие, да, ну, неуверенны вначале, и вот со временем они меняются на ваших глазах, согласитесь. Ну, это нужно все равно вселять в них эту веру, что у них обязательно все получится, у каждого ребенка получится, человек может все, он просто не знает свои возможности, а тем более для детей научиться пластике, это еще быстрее, они же только формируются, самое главное стремиться, стараться, не пропускать занятия, ходить, и обязательно у каждого, обязательно все получится. хотелось бы спасибо сказать всем детям, которые не смогли поучаствовать, благодаря вам тоже, это же был один танец, нам пришлось его как бы меньше с детьми сделать, уже урезать, но благодаря им тоже дети заняли гран-при, это общая победа, общая именно этой группы, даже не одна победа, а две победы. Спасибо этим девочкам, которые тоже переживали, пока дети выступали, но они, к сожалению, не смогли поехать, я думаю, в будущем мы все вместе, все 30 человек, но мы поедем, обязательно куда-нибудь покорять, еще какие-нибудь страны. Но впереди у вас Турция теперь, еще поделитесь, какие еще планы на будущее, каким вы представляете свой ансамбль «Иркинас» вот через, скажем, 5 лет, 10 лет. Я надеюсь, что нас куда-то еще будут приглашать другие страны, что мы будем не только в Турции, Грузии, хоть куда-нибудь в Москву поедем, вот со старшей группой мы ездили тоже, чуть-чуть не дотянули до Москвы, но ничего страшного, у нас еще все впереди, это только начало, все будет обязательно. Самое главное, чтобы девочки стремились, ходили, посещали занятия, не пропускали, у них это было желание, но в принципе у каждой девочки вот это есть желание, азарт, им нравится, тем более после Ташкента у них вообще глаза горят, еще хотят, везде хотят, куда-нибудь. Девочки, а как вам удается вот совмещать и танцы, и учебу, может быть, у вас еще есть какое-то дополнительное хобби, кроме танцев? Давайте, тоже по очереди начнем. Добро. Передавляем. С Сомом с каждым не говори уже. А Сом, еще куда-нибудь ходишь, что помимо танцев? Есть у тебя еще хобби какой-то? Помимо танцев. Минус, где-то, еще было. Ты поешь? Угу. У Ленаятас. У Ленаятас. грампри яла, аминь с осын бен шоу орын аламы грампли аламы к крампли алыбнен джинир с осыз не медиа ларда алып кубин аймин грампли ларда алып кубин айм шоу дайн ускен день мен мен джинир кто еще желает ответ мен домбра га қатсамын домбрада әртүрлі ми фаре деген ноталар боладым ұссұн әңгей қатсамын ұлтүрді боламын 9 малақ қайы қатсамын 9 малақтан математика боладым ұссұн таке маленьких визу үшпелалиды ұлтүрлі көп алып көп ұлтүрллі алып 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 үшлтетіп бұл алып ол түрлді жүлдері орындары 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 Ну, девочки, вы просто молодцы, умницы, красавицы, все успеваете везде, да? Сегодня у девочек действительно дебют, и я думаю, что после нашей передачи их будут все узнавать, да, подписчиков тоже, да, прибавится в Инстаграме. Ведете страничку? Так что желаю вам только осуществления всех ваших заветных желаний. Ну и в заключение, Екатерина, какие будут еще ваши пожелания всем телезрителям, может быть, родителям хотите передать слова благодарности, своим землякам в том числе? Хотелось бы сказать огромное спасибо, конечно, родителям, благодаря вам, дети видят что-то, выступают, занимаются искусством. Вообще, хотелось бы сказать всем родителям, чтобы дети хоть чем-то занимались. Как хорошо, когда их где-то узнают, приглашают, выступают они, физически занимаются, это же прекрасно. Спасибо району Бытирек за предоставленную возможность побывать нам в другой стране. Спасибо огромное моим помощницам, это Колесникова Виктория и Жумагулова Саяна, которые всегда у меня на подмоге. Это наши видеоблогеры, которые ведут страницу, которые помогают девочек, всегда красят. Это они у нас всегда с макияжем, благодаря им. Спасибо всем моим детям, которые всегда меня поддерживают, которые просто со мной рядом. Огромное вам спасибо моей старшей группе, младшей группе. Я каждую люблю, пусть сейчас со мной только 8 человек, но я вас очень сильно люблю. И спасибо вам огромное, что вы нас пригласили. Для детей это такая возможность. Они такие все стеснительные. На самом деле они не такие, вы им не верьте, они совсем другие. Просто для них это впервые. Вот они немножко стесняются. Думаю, дальше у нас все будет. Дальше больше. Дальше больше, дальше лучше. Верьте в нас. Девочки, а я хочу вас поблагодарить за участие в нашей передаче. Пожелать вам только постоянного роста, процветания вашему ансамблю, ярких достижений, побольше наград, вот этих медалей ваших. И надеюсь, что мы еще раз с вами встретимся. Пусть вас никогда не покидает муза. Творите, дерзайте. Ну и радуйте своих зрителей новыми танцами. Дорогие друзья, я прощаюсь на этом с вами. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, любви и тепла. А также безграничной радости жизни. Встретимся завтра в это же время на телеканале Ак-Жаик в передаче Куншуах. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!